Репродуктология 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 и ставится индикаторный коэффициент 1,7. С чем связано такое понижение коэффициента рождаемости? Вы знаете, коэффициенты рождаемости связаны с основными составляющими этого репродуктивного процесса. И мы посмотрим, опять-таки, на такой условный слайд, то мы увидим, что вот этот круг, он разделен на 4 вектора или на 4 сектора. Первый сектор – это репродуктивный потенциал, который формируется из возможностей, желания и действенности людей в направлении рождения детей. Второй – это репродуктивное здоровье, то, что дает человеку возможность иметь столько детей, сколько бы он хотел иметь. Это репродуктивные потери, когда мы говорим о младенческой и материнской смертности, где мы с Катей, сказать, достиг очень хороших успехов, благодаря именно целевому показателю, на который обращает внимание наше правительство, президент лично и действиями Министерства здравоохранения. Личный министр контролирует эту ситуацию, и вопрос о младенческой и материнской смертности у нас на уровне лучших стран Европы. Мы достигли исторического минимума в борьбе с младенческой и материнской смертностью. Но следующий вектор за этим идущий после репродуктивных потерь – репродуктивное поведение. Вот здесь как раз то, о чем вы спросили. Это желание иметь детей или нежелание иметь детей? Вот здесь у нас еще много вопросов. Вот если мы возьмем все эти, суммируем это все, то мы с вами как раз и получим эти четыре составляющих, которым доминантным или главным является репродуктивное поведение. Если посмотреть на эту диаграмму, то какой из четырех сегментов самый большой? Самый важный желание, поведение, репродуктивное поведение. То есть, чтобы молодые люди хотели иметь детей. Это очень важная составляющая. Потом очень важной составляющей является, опять-таки отвечая на ваш вопрос, почему он снижается, это семейно ориентированное поведение репродуктивное. Дети рождаются в семье. Одного женщина может быть родит для себя, такая ее гендерно-материнская сущность, а второго, третьего заказывает мужчина. И если этого мужчины нет, если мы сейчас наблюдаем большинство разводов, неполных семей, у нас никогда не будет никакого демографического роста. Это очень важно понимать. Мы можем вводить самые различные инструменты, финансировать ЭКО, ЭКСИ, строить перинатальные центры, это затратные, дорогостоящие инструменты. Да, они сработают, но сработают лишь в том количестве, которое сейчас необходимо для воспаления репродуктивных потерь. А для роста, для обеспечения тех показателей, которые ставит президент, нам нужна четко ориентированная политика, направленная на репродуктивное поведение. Чтобы большинство наших сограждан, молодых сограждан, хотели иметь детей. Вы приезжаете в Чуваши уже не первый раз. То есть у вас есть какой-то интерес, конкретный интерес, в чем он заключается. Речь идет о совместных проектах. Да, вы абсолютно правы. Чувашия вообще компактный регион. И с большим таким, я считаю, социальным потенциалом. Потому что это особенности этногенеза. Здесь того народа, того, так скажем, населения, которое здесь проживает. Это и лидеры, которые возглавляют республику. Которые собственным примером. Потому что на самом деле, как мы говорим, пример лучше сказать, сделать. Пример самый лучший, пример собственный. Когда мы видим лидера, который сам говорит о здоровом образе жизни, сам занимается спортом, сам подтянут, сам действует именно так, как он говорит, тогда люди и верят. И вот очень важно, что вот здесь большое внимание уделяется социальным реформам, которые могут послужить улучшению жизни людей. А наши с вами дети, наше с вами будущее, это же основное, в общем-то, для чего человек живет. И поэтому мы вот видим в республике такой образцово-показательный регион, который мог бы для федерации быть таким, ну-ка, локомотивом, что ли. Такой учебкой, если можно сказать. Куда могли бы из других регионов приезжать, учиться и потом перенимать тот практический опыт, который будет здесь наработан. Каких результатов вы хотите достичь здесь, в Чувашии? Ну, во-первых, мы хотим, если говорить уже, опять-таки, бюрократическим языком или языком цифр, достичь здесь, значит, фактически максимального, быстрого реализационного показателя по майским указам президента. Они вполне соответствуют той профилактической вот среде, которая задается здесь тоже в республике. Это 67 лет здоровой жизни, 78 лет продолжительности жизни, повышения, естественно. Это уменьшение смертности от основных предотвратимых причин заболевания. Это повышение коэффициента рождаемости 1,7, 1,8, 1,9, то есть выше, ну, как минимум, достижения индикаторных показателей майского указа. Это акценты на то, на что мы, к сожалению, не обращали внимания, на мужское здоровье и активное социальное долголетие. Потому что если по женщинам у нас есть достаточно хорошая и стройная система, да, она, наверное, нуждается в улучшении, но она, по крайней мере, существует как трехуровневая модель и женской консультации, и система материнского капитала, и система внимания к этому. Да и сама по себе женщина более организована. Такая ее, ну, что называется, физиология. То по мужчинам-то ничего нет. Нет ни системы государственного контроля, нет ни системы учета этого репродуктивного потенциала, нет ни системы перспективы развития. Вот если вы скажете, какой репродуктивный потенциал Чуваший? А никто не знает. Нет регистра. Нет регистра. Но мы знаем, что процессы, которые идут по, там, скажем, изменению, они идут в сторону, пока идут в сторону минуса. Поэтому внимание руководства республики к тому, чтобы вот эта очень значимая проблема, этот, как мы с вами называем, забытый камень строителями, который оказался главным, мужской фактор, мужского здоровья, он, значит, сейчас в зоне внимания руководства страны и руководства республики. Ну что ж, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был главный репродуктолог страны Олег Аполихин. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова